Всем привет! Это программа «И рыба, и мясо» на телевизионном канале «Диалоги о рыбалке». Мы находимся, как вы видите, по моему внешнему виду, в самом центре древнего города Бухара. Ресторан называется «Адрас», главный повар Адис. Дело в том, что ресторан театральный, и сегодня на этой кулинарной сцене два героя и один рецепт. Повар Адис, ваш покорный слуга Алексей Гусев. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы готовим джиз по-уйгурски. Перевожу с уйгурского на русский. Джиз по-уйгурски. Какие ингредиенты нужны нам для приготовления этого блюда? Нам ингредиенты болгарские, лук, помидорчик, чеснок, мясо и бодринь. Все, что вы видите на столе, перечисляю еще раз. Сладкий перец, красный и зеленый, помидорчики, чеснок, огурчики, листочек салата, растительное масло, кунжут, зира, кориандр, соль и мясо. Что за мясо мы используем для приготовления блюда? Мясо из гавадына, это вырезка. Вырезка, идеальная вырезка. Мы как-то готовим эту вырезку перед тем, как она поступает в казан? Это маринуем. Маринуем. Как мы маринуем мясо? Маринуем это мясо, соль, календарь, зира. Ага, все те специи, которые мы видим на этой столе, используются для того, чтобы мясо было замариновано. Сколько времени мясо проводят в маринаде? Два часа. Два часа. После этого мы разводим огонь, ставим казан на огонь, наливаем туда растительное масло и дальше что происходит? Дальше потом мясо. Опускаем туда мясо. Мясо. А что происходит с овощами? Это жарим, потом это овощами, потом нарезаем, потом бросаем. Сколько времени нужно для приготовления блюда? 20-25 минут. Конечно, телевизионное время существенно короче, чем приготовление блюда. Один сейчас займется приготовлением, а я немножко расскажу о истории места, где мы находимся. Как оно сейчас выглядит? Оно выглядело еще в 16 веке. Мало какой из московских ресторанов может похвастаться такой историей. То, что здесь было раньше, называлось караван-сарай. А караван-сарай в 16 веке выглядел примерно так. Это было задымленное помещение. Люди, которые шли по великому шелковому пути, нуждались в остановке. Конечно, остановка была не бесплатной. Здесь им был готов и кровь, и очаг, и, конечно, гастрономическое великолепие. Полагаю, что рецепт, который называется джиз по-уйгурски, подавался к столу путников, шедших по великому шелковому пути еще в 16 веке. Правильно? Да, да. А диз, как очевидец тех событий, не даст мне соврать. Скажи, пожалуйста, кто такие уйгуры, как давно они здесь живут, какие помимо джиза есть еще блюда, которые пользуются популярностью у этого народа? Это лагман есть уйгурский лагман. Лагман, который, безусловно, всем хорошо известен. Это потом манты есть уйгурский. Манты. Так. Еще каурма. Каурма. Несмотря на то, что названия эти тюркские на языке фарси, безусловно, даже людям, далеким от гастрономии, они хорошо известны и вызывают слюноотделение у слушателей и особенно у зрителей. А тем временем талантливые руки уйгурского повара ловко разделяют на порционные кусочки сладкий перец зеленого и красного цвета. После этого пойдет лучок, огурчики, помидорчики и чеснок, а тем временем казан согрелся до нужного состояния, до нужной температуры, и туда наливается растительное масло. Я неоднократно бывал в Узбекистане и знаю, что основное кулинарное масло в этой стране – это хлопковое. А почему мы используем сейчас подсолнечное? Потому что это меньше запахистым. Потому что хлопковое масло обладает специфическим запахом, которое нравится далеко не всем. А подсолнечное не обладает таким запахом. Европейские рестораторы обычно в подобных случаях пользуются смесью масел. Допустим, берут подсолнечное масло и оливковое. Берут оливковое масло и льняное. А уж про китайцев и говорить нечего. Если чуть-чуть кунжутного масла добавить в любую смесь масел из уйгурской кухни, сразу получается кухня китайская. А принцип у китайской кухни ровно такой же. На сильно разогретую чугунную посудину наливается масло. После этого туда помещается говяжья вырезка, которая 2 часа провела в маринаде. Напоминаю, что в качестве специй в маринаде использовалось, безусловно, соль, кунжут, зира и кориандр. Любой гастроном знает, что кориандр – это не что иное, как кинза, вернее, ее семена. Сколько нужно для того, чтобы мясо дошло до полуготовности, и после этого мы будем добавлять туда овощи? Да. Какая температура нужна? Огонь должен быть жарким? Да, огонь будет жарким потом. Жарить, потом это бросаем. А потом это бросаем. Да. Все понятно. Предварительно промаринованное в течение двух часов мясо сейчас доходит до полуготовности в шкварчащем растительном масле на казане. Тем временем порезаны овощи. Прошу обратить внимание, как они порезаны. Они порезаны не мелко, а достаточно крупными кусочками. Примерно так же греки режут овощи, когда готовят знаменитый греческий салат. Все кулинары мира считают, что чем крупнее каждый кусочек каждого овоща, тем лучше выражаются нотки вкуса, которые этому овощу присущи. Правда? Да, да. И уйгуры считают так же. Еще неизвестно, кто древнее – дреки или уйгур. Вот что-то мы делаем. Так. Немножко заглядываем. Адис берет немножко бульона, образовавшегося после прожарки мяса. А зачем ты это делаешь, расскажи нашим зрителям. Молчи. Уйгуры умеют хранить секреты. Потом жарить будет. Вот так вот. Бульон возьмем. Но пока он хранит секреты, я немножко расскажу о месте, где мы находимся. Ресторан, напоминаю, называется «Адрас», что в переводе с «Варси» означает «шелк». Ничего удивительного, потому что это место находится как раз на великом шелковом пути, по которому шли всякие продукты, которых в Европе и на Ближнем Востоке не было. В основном это, безусловно, шелк, поэтому так и называется путь. Ну и, конечно, специи, которые принимали участие в мариновании мяса. Да, ровно поэтому блюдо обладает изысканным вкусом. Восточный клад... Восточный клад... Делать тонкую... А дым одинаково ест глаза и в Китае, и в Индии, и в Узбекистане, и на Ближнем Востоке, и даже в далекой Европе, будь она неладна. Мясо дошло до полуготовности, из него удалили лишнюю влагу. После этого в казан добавляется нарезанный вкусно и крупно сладкий перец зеленого и красного цветов, зачем-то огурец, и понятно, зачем чеснок. Скажи, пожалуйста, а как переводится на понятный нам язык название этого блюда? Джиз – это что такое? Джиз – это... Это вот туда все побросал, да? Джиз – это мясо. Мясо. То есть получается джиз с овощами, поэтому по-уйгурски. То есть уйгуры просто так мясо уже есть устали и начинают добавлять туда разные ингредиенты для того, чтобы получить новый интересный вкус у блюда. Соль добавлю. Соль? Соль, соя. Соль, соевый соус. Соль, соевый соус. Вот, вот, вот тут-то я и понял, почему Великий Шелковый Путь имеет прямое отношение к этому блюду. Соль, соевый соус – это тот самый ингредиент, который родом прямо оттуда, из Китая, которому 5000 лет, Бухаре 3000 лет, нам с Адисом. Мы с 16 века готовим джиз по-уйгурски. Ну, а вам, уважаемые зрители, сколько Бог отмерил. Адис, скажи, пожалуйста, в ресторане в туристический сезон наверняка очень много гостей. Как часто заказывают джиз по-уйгурски? Заказывают, пользуются это блюдо популярностью? Да, да, да. Ну, все, готов. Джиз готов? Готов, да. Слушайте, вот, честное слово, я прямо чувствую четкое совершенно влияние китайской кухни, потому что не так давно мы с нашей съемочной группой были в Китае, и во многих ресторанах снимали примерно такие же кулинарные программы, и наблюдали за тем, как готовят китайцы. Все примерно то же самое. Все делается быстро, все делается на очень сильном огне, а главное, что овощи проводят в процессе кулинарной обработки минуты 3 или 4. После этого считается готовым. То есть они немножко припущенные. Да, да. Они сохраняют все свои витамины, как утверждается, да, все свои вкусовые качества, но тем не менее они термическую обработку прошли. Давай попробуем выложить то, что у нас получилось на блюдо, и похвастаться перед телезрителем, как выглядит это кулинарное великолепие под названием «Джиз по-уйгурски». Еда должна выглядеть не только вкусно, но и красиво. Мы берем 4 листика салата и фигурно украшаем блюдо. После этого мясо, которое провело 2 часа в маринаде, а потом минут 10-15 в казане, которому через 5-6 минут были добавлены овощи, и оказывается на блюде, и красиво парит. Сверху все то, что мы вынули из казана, посыпается кунжутом. Еще, между прочим, одно влияние китайской кулинарии. Вот как же я все-таки люблю кулинарные программы. Когда ты приезжаешь на рыбалку, наловил рыбу, после этого люди говорят «поймал, отпустил». Ну и после съемки ты просто пахнешь рыбой, и все. Когда ты снимаешь кулинарные программы, то как минимум одна вот такая тарелочка, а в лучшем случае две, оказывается на столе для всей съемочной группы. И тогда жизнь превращается в настоящий праздник. Вот так выглядит кулинарное великолепие, созданное талантливыми руками повара Адиса. Называется блюдо «Джиз» по-уйгурски, и только уйгур может приготовить его по-настоящему. Приятного аппетита! Аппетит! Приятный аппетит! Аппетит! Аппетит!